Супер! Мы подключились. Всем добрый день еще раз. Ждем буквально две минутки подключение СССР. Я думаю, он еще где-то здесь. Привет, Шлебек! Всех рады видеть. Меня слышно хорошо? Можете написать? Потому что большая сложность была с наушником у меня. Спасибо. Ужас привет! Так, секундочку. Супер! Вот мы подключаемся. Добрый день еще раз. Так, Равшан, добрый день. Все, меня видно, слышно. Нормально. Меня слышно. Кто слушает, помашите, если все в порядке, или поставьте лайк, если нормально и хорошо слышно у нас. Чисто. Как дела у вас, СССР? Ничего нормального потихоньку. Наверстываем. У нас по проектам два месяца почти потеряли. Сейчас очень активно. Наверстываем. Немножко прервалось, как понимаешь, активности. Но, с другой стороны, карантин очень хорошо дал нам возможность проработать какие-то теоретические вещи, какие-то концептуальные, там, аналитические выкладки, чтобы до этого не доходило, не доходило время. А тут как бы сейчас более-менее все подбиваем. То есть, можно сказать, что благодаря карантину еще более качественно будет, да? Да, да. То есть, мы немножко там по многим нашим проектам, продуктам немножко так вот откатились назад, какие-то вещи переосмыслили, какие-то вещи заново там начали проектировать. Вот. Поэтому полезно было, на самом деле, очень сильно полезно было. Супер. Мне кажется, многие с вами сейчас согласятся. На многих на работе появилась возможность переосмыслить, сфокусироваться на том, что действительно важно. Ну, думаю, давайте перейдем сразу к вопросам. Так, СССР. Вот, как хорошо. Чуть-чуть прорывалось. Как скажете, да, я могу вначале немножко рассказать про проект, чтобы аудиторию как бы вот на одну волну настроить. Что такое атлас новых профессий? Единственная, большая просьба сфокусироваться именно на нефтегазе, потому что я знаю, что ваш атлас, он охватывает все отрасли, все направления, и у нас аудитория в основном по нефтегазу. Мы сегодня, вот, с вами такая тема эфира, развитие компетенции в нефтегазовой отрасли, будущее образования в нефтегазовой отрасли, потому что это очень важно. Мы глобальные отрасли, где очень много компетенций, которые по всему миру едины, в принципе. Вот, поэтому давайте поговорим о том, как в Казахстане. Значит, вот, уважаемые друзья, очень коротко, меня зовут Сайасат Нурбек, я являюсь руководителем компании BTS Education. Мы компания, которая фокусируется на разработке цифровых решений, цифровых продуктов для образования, рынка труда, прогнозирования компетенций. Почему именно взяли вот эту сферу, и почему решили заняться атласом новых профессий и компетенций Казахстана? Потому что сейчас это вообще в мире очень большая проблема. То есть сейчас вы не найдете ни одной международной организации, ни одного правительства, ни одной большой консалтинговой компании, которая не имеет своего какого-то исследовательского подразделения или какого-то отчета по рынку труда, будущему работы, будущему занятости, там, меняющейся ландшафт рынка труда, там, и так далее, и так далее. Почему это действительно людей беспокоит и правительство по всему миру? Потому что мы видим сейчас очень большие структурные, глубинные изменения на рынке труда в большинстве отраслей. Мы видим изменения в моделях потребления, мы видим изменения в технологизации, автоматизации, роботизации дальнейшей жизнедеятельности человека. И это очень сильно бьет сейчас по рынку труда, это очень сильно влияет на рынок труда, а также на модели образования, системы образования. Фактически мы сейчас с вами, уважаемые друзья, подошли к очень удивительному периоду в развитии человечества. Мы вступаем в эпоху такой глобальной неопределенности, глобальной турбулентности. Простой житейский факт, буквально недавно наш глава государства сказал, что с 11 мая снимается режим чрезвычайного положения, но с оговоркой, но если там возникнет новая вспышка эпидемии, если что, если вы сейчас замечаете, давно такого не было достаточно в истории человечества, все даже облеченные максимальной властью, имеющие максимальные ресурсы, руководители компаний, президенты целых стран, международные организации, руководители, все сейчас говорят с оговорками. То есть на самом деле вот очень четко сказать, что дальше как будет, достаточно сложно. С системой планирования начинает очень сильно меняться, то есть вот это жесткое планирование на большие сроки с индикативными, какими-то там жестко привязанными индикаторами и показателями тоже начинает уходить в прошлое. И это неизбежно начинает влиять на все, что мы делаем с вами, в частности на рынок труда. И почему это становится проблема номер один? Потому что есть огромное количество оценок, прогнозов, когда там миллионы, миллиарды людей могут просто выпасть из новой структуры бизнеса, из новой технологической вот этой цепочки, выпасть вообще из целых видов занятий. Что делать с этими людьми? Куда их перестраивать? Как их переобучать? Куда перенаправлять эти потоки людей? Вряд ли сейчас становится очень большой вопрос. Атлас новых профессий и компетенций Казахстана, проект методологический, абсолютно не новый. Но в Казахстане вот именно по такой методологии он делается впервые. Мы потратили огромное количество времени, чтобы посмотреть разные методологии. Я этим вопросом давно уже озаботился. Вот начну такого с небольшого исторического ракурса. Вот смотрите, у меня в руках перфокарта. Вот по старшему поколению сразу вспомнят, где-то ностальгия появится. Вот именно так вот с этими перфокартами, нолики, вот эти дырочки, один нолик. Раньше программировались EVM, компьютер. Это вот здесь зашит, по сути, программный код. Это не простая перфокарта, это особая перфокарта. Она из серии, последней серии, с помощью которой программировался программно-аппаратный комплекс трудовые резервы. Очень же специально. НИИ, два даже было при Госплане Казахстанской ССР. И жесткий делался расчет, какие кадры, каких отраслях, с какой квалификацией, в каком количестве нужно было готовить для рынка труда. При Министерстве труда вот этот огромный аппаратный комплекс, огромный, EVM, там 3-4 комнаты большие такие занимала она. Потом выкладку, вот эту аналитику они передавали в Министерство высшего образования. И государственно-образовательный заказ, вот те самые гранты, которые у нас исторически остались, тогда частных вузов не было, все только на государственные вузы размещался заказ, делался в строгом соответствии вот с результатами этой программы. И вот по старшему поколению точно знает, помнит, когда заканчивал молодой специалист высшее учебное заведение, он получал на руки направление. И по этому направлению, посчитанному в 5-10-летнем разрезе, две пятилетки, было бы там где-то посчитано, что вот это количество специалистов пойдет вот сюда работать, это количество специалистов сюда пойдет работать. И вот такое было жесткое стыковство рынка труда. К сожалению, с развалом Советского Союза, или к радости, я не знаю, но факт, что вот эта система развалилась, и получилась не очень хорошая ситуация на рынке труда. Вот представьте, две такие шестеренки, которые очень слаженно работали каждый год, значит, трудовые резервы, жесткое планирование, безгосударственно-образовательный заказ, и вот каждый, грубо говоря, участник рынка труда приблизительно где-то был уже посчитан. Может быть, не так детально, но факт, что межпрослевые балансы, это все четко планировалось. Но в 90-е годы мы сказали, у нас рыночная экономика, мы больше не планируем рынок труда, рынок сам определяет потребности в количестве специалистов, в их качестве и так далее, и так далее. И вот здесь начались системные проблемы у нас потихоньку. Вот представьте, последние 30 лет вот эту шестеренку мы убрали, мы сейчас жестко не планируем рынок труда, а государственно-образовательный заказ остался. Каждый год Министерство образования размещает десятки тысяч грантов на подготовку тех или иных специалистов, и на рынок труда выплескивается огромное количество людей по некоему анализу, по некоему прогнозу, что эти люди и должны были быть. Этот прогноз он же делается? Он делается, но есть еще хорошая американская поговорка, если вы хотите сохранить уважение к сосискам и политике, никогда не смотрите, как их делают. Вот если вы хотите сохранить уважение к системе прогнозирования рынка труда, вот никогда не смотрите, как его делают. Ну, в смысле, Министерство труда делает, на самом деле, очень большую работу. Создана национальная система прогнозирования трудовых ресурсов, очень сложная такая математическая модель, которая учитывает огромное количество параметров, статистики рынка труда, и пытается сформировать такую модель. А потом делается именно образование. Не совсем частично, и вот этого жесткого мостика между потребностями рынка труда и государственным образовательным заказом, к сожалению, так и не сформировалось у нас. И в итоге, вот еще одна ключевая проблема, то, что большое количество людей, абитуриентов, их родителей, не имеют простого прикладного инструмента понимания рынка труда. Вот если вы даже, Раушан, задумаетесь, вот у вас дети есть, вот скоро у вас станет, подрастут, станет острый вопрос, вот что дальше ребенку делать. И вы вдруг с ужасом поймете, что массового прикладного простого инструмента, чтобы понять рынок труда, даже нефтегазовую отрасль, как она меняется с точки зрения потребностей в кадрах, какие новые профессии там появляются, а будет ли актуальна та профессия, на которую сейчас ребенок подаст, через 5 лет, когда он выпустится и пойдет делать свои первые шаги на рынок труда. А через 10 лет, потому что он же должен как-то свою карьерную жизнь, стратегически планировать, а аж какие профессии умрут, бесперспективные, просто есть. Это вот сейчас такой достаточно сильный феномен, последние 300 лет, что профессии, это вещь уже не статичная, динамичная, они появляются, они умирают, они меняются, они сливаются, появляются смежные там какие-то профессии. И вот сейчас первая задача Атласа, это с помощью специализированной методологии, мы перепробовали порядка 10 разных методологий, оценивали их, изучали, в итоге остановились на базовых рекомендациях Международной организации труда, которая еще в 2008 году разработала вот эти рекомендации по прогнозированию рынка труда. В 2010 году на их основе были приняты большая стратегия G20, и 20 самых развитых стран начали разрабатывать свои какие-то национальные подходы. В Великобритании по заказу правительства Великобритании Оксфордский университет сделал очень мощное исследование двумя волнами, оно постоянно цитируется, Фрей Осбор в Германии, в ЮАР, в Сингапуре, в Фьючер Скилз, в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубай Скилз, очень много разных подходов. Но вот в 2016 году Международная организация труда, взяв там какие-то best practices, попыталась создать такой достаточно сильный методологический инструмент, называется он Skills Technology Farsight, технологический Farsight Competence. Вот мы взяли его за основу, целый год валидировали, адаптировали в Казахстане, запустили несколько пилотных проектов на базе Донского горно-богателля-кабината, и потом вышли с предложением правительства Казахстана в прошлом году, а вот давайте возьмем наши все ключевые отрасли и по этой методологии их оценим. Базируется сама методология на Farsight подходах, на технологии Farsight, то есть прогнозирование. Сама технология еще лет 70-80, методология базовая Farsight. Она комбинирует разные подходы. Мы ее еще доусилили, то есть мы взяли основную как базовую методологию, но с учетом специфики Казахстана, отсутствие детальной статистики, отсутствие очень сильных проработанных чистых данных, каких-то качественной аналитики. У нас не так много на самом деле аналитики, не так много, качество данных не такое высокое, поэтому мы добавили много разных качественных дополнительных методологий, усилили ее, опробировали. И вот логика очень простая. Нам пока правительство определило 9 базовых отраслей, в том нефтегазовая, горно-металлургическая, туризм, энергетика, IT-телекоммуникация, то есть такие емкие большие отрасли. К сожалению, нам не дали пока другие отрасли. На втором этапе, видимо, начнется социальная сфера, цифровая экономика, креативная экономика, обрабатывающая промышленность, сервис, услуги, пока мы туда не пошли. Сейчас идем таким хардкор такие отрасли, грубо говоря. И нефтегазовая, понятно, это драйвер нашей экономики, это ключевой приоритет. Простыми словами, мы очень часто слышим презентации, мы очень, я думаю, атлас новых профессий и компетенций, это прям уже бренд, серьезный, о котором все слышали, простыми словами для аудитории. То есть это будет новый подход, методологию вы выработаете, то есть сделав прогноз, как будет меняться отрасль, вы предполагаете, какие будут нужны компетенции, и будете эти рекомендации давать уже учебным заведениям, для того, чтобы вы меняли свои программы, или что. Потому что, смотрите, важный момент учитывать поколение Z, которое сейчас растет, для них вот эти вот наши стандарты, то есть привычные нам стандарты работы, они ни о чем не говорят, они живут идеями, они хотят работать, то есть хобби превращать в профессию. Как вот это будет друг с другом сочетаться? Ну, то есть, грубо говоря, Атласа – три большие задачи. Первая – мы берем отрасль, глубинно ее изучаем, анализируем, учитываем мнение всех ключевых экспертов этой отрасли, изучаем все тренды, внешние, внутренние, которые давят на эту отрасль, которые давят на структуру занятости, которые давят на профили компетенции, и выявляем три блока специальностей профессии на будущее. В ближайшие 5-10 лет первый блок – какие профессии появятся неизбежно, второй блок – какие профессии останутся, но их требования к ним поменяются, требования к навыкам специалистов поменяются, и третий блок – так называемые профессии пенсионеры, которые неизбежно умрут. То есть первая задача Атласа – это профориентационная, поэтому мы не должны забывать, потому что сейчас вот всем обывателям, вот представьте, все, кто присоединится к рынку, это там абитуриенты, их родители, молодые профессионалы, нужен простой, понятный инструмент. И вот сейчас на портале «Енбеки.з», я уже ссылку скинул, я вот сейчас по комментариям вижу, что уже там все детально будет расписано по полочкам. То есть любой человек, вот даже за ушами вы, потом оцените как родитель, ага, вот моя там нефтегазовая отрасль, вот гердометологическая отрасль, что в ней меняется, какие профессии появляются, какие перспективы у этих профессий, когда они появятся, почему они умрут, почему они будут меняться, какие новые требования к этому человеку, если он хочет заниматься этой профессиональной деятельностью, возникнут, в каких вузах Казахстана потихоньку начинается подготовка таких специалистов, какие работодатели уже начинают потихоньку запрашивать таких специалистов или уже откладываться. То есть мы делаем достаточно детальный анализ, чтобы простой обыватель понял четко рынок труда. А как же это профессиональные... Процессы закончили? Нет, нет, вот есть, есть, да, есть национальный классификатор, занятость, есть очень большие там сейчас реформы, отраслевые рамки компетенции, профессиональные стандарты, которые потом передаются в Министерство труда, но они в основном фиксируют ситуацию на сейчас. Вот что сейчас происходит, какие-то текущие потребности. У нас разговоры, а что будет через 5 лет, через 10 лет, то есть опережающая подготовка, потому что если сейчас нужны вот прям сейчас кадры уже какой-то такой организации, вот надо было их готовить 5 лет назад, чтобы они сейчас появились. Вот и мы находимся, вот рынок труда работает вот по такой логике, он постоянно отстающий в формате, да, то есть вот если вы не задумываетесь сейчас, через 105 лет какие вам кадры нужны будут, и начнете их готовить сейчас, через 5 лет это будет дефицит, о котором надо было подумать 5-10 лет назад, грубо говоря. А если будет большое изменение, и нужно будет много кадров, вот надо было тогда усиленно думать 5-10 лет назад, чтобы и заранее начинать готовить эти кадры туда. То есть вот логика рынка труда, она сейчас такая, на опережение всегда идет, опережающая. И очень большое количество стран именно сейчас на опережение начинает работать, поэтому мы пытаемся сделать атлас еще двое профессиональные передние задачи. Первое – стать источником новых профессиональных стандартов, чтобы все отраслевое сообщество, руководители, HR, эксперты, там люди, принимающие решения, руководители компаний, руководители колледжей, вузов, организации образования, которые готовят кадры для этой отрасли. Для них появился единый такой документ, платформа, на которой они бы обсуждали развитие отрасли именно с точки зрения кадрового обеспечения, с точки зрения развития талантов, с точки зрения трудоустройства, изменения структуры занятости и так далее. То есть атлас, помимо профориентационно-стратегической задачи, у него еще есть задача прикладная, профессиональная. Вот вы, как и Чарли, как человек, который работает в сфере подготовки кадров для этой отрасли, для вас это будет по нашей все-таки амбиции, незаменимым инструментом, по которому вы сидели и вели правильный диалог, разговор с работодателями. Ребята, вот мы же видим, что вот это начинает меняться, вот структура. Сейчас мы чуть дальше поговорим, я очень быстренько пройдусь по трендам, по примерам специальностей, по примерам изменения структуры занятости, вы как бы дальше поймете. И последняя такая профессиональная задача атласа, к сожалению, сейчас система образования не успевает за потребностями рынка труда, то есть она медленно реагирует очень. Вот простой пример, СММ специалисты у нас появились уже лет 5-6 назад, они уже прочно утвердились на рынке труда Казахстана, да, вот специалисты, социал-медиа-маркетологи, там, СММ, там, ни один вуз Казахстана еще фактически толком не отреагировал на это, как бы программу не поменял, новую программу СММ, там, только-только, когда один-два вуза начинают создавать ее, представьте, вот уровень отставания, там, 5-6 лет, лап очень большой, сейчас вузам наконец-то дают автономию, последние несколько лет очень серьезные подвижки пошли, вузам теперь можно быстро разрабатывать свои собственные программы, процесс ускорился, но многие вузы не умеют или не научились еще, у них не сложилось такой практики быстрого развития курикулумов, подстройки, перестройки курикулумов, под потребности конкретного, там, организации или отрасли, или отраслевых ассоциаций, каких-то, там, и так далее, и так далее, каких-то региональных, там, подрядчиков, в смысле работодателей, и вот Атлас, у него, это по нашей амбиции, он должен стать вот таким мостиком, чтобы вот раз вуз посмотрел, увидел, ага, вот здесь вот начинается новое потребность, вот здесь начинаются изменения, я так должен к этому готовиться, и уже шел предметный разговор с работодателем. Я почему улыбаюсь, потому что я знаю изнутри образования, я знаю, что очень многие учебные заведения готовы быстро переадаптироваться, но есть нормативно-правовая база, которой мы должны соответствовать, и мы не имеем права иногда менять что-то слишком быстрое делать, чтобы понимать, что... Нет, 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 Раушан, Раушан, я это все прекрасно, я оттуда и начал, что создание новой учебной программы, это тяжелый, емкий процесс, я тоже в этой системе как бы сижу, то есть это вот разработка нового профстандарта, изменение классификатора, разработка теплоучебного плана, национальная академия, это Аблокмиссари, надо министерство одобрять, государственный стандарт, потом типа рабочий учебный план. Сейчас на самом деле достаточно хорошие подвижки пошли, то есть последние 2-3 года эта инерция хорошая, и вот в последний ГПРО на 2020-2025 год, там такие интересные сейчас вещи, что в ВУЗе теперь мы даже дипломы своего образца будут выдавать, то есть пошли на более жесткую автономию, на более жесткую децентрализацию, но теперь ВУЗам надо начинать предметный разговор, не так, что вот там, ну давайте там поговорим, надо будет очень жестко, плотно работать с работодателями, прям в четкой связке. Если время останьте, я приведу, расскажу пример, как работает Гарвардский, например, университет, я один раз был сам лично свидетелем, CDC называется, Curriculum Development Committee, Комитет по развитию куррикулумов, написание учебных программ, это удивительное такое мероприятие, где собираются все работодатели, с которыми Гарвард вообще когда-либо контактировал, или где работают в ученике Гарвардского университета, оно регулярно у них несколько лет проводится, я просто меня случайно попал на такое мероприятие, я вот, например, время останется, расскажу, как оно вообще устроено, как, насколько жестко готов ВУЗ, причем топовый, причем там такой с традициями, такой, в принципе, который может Минс-Имбьюй, когда-то смотреть, насколько он чутко реагирует на любые потребности крупных работодателей, вот, поэтому, вот, вот, резюмируя, у Атласа есть стратегическая задача, это дать большому, ну, всему населению Казахстана прикладной инструмент профориентации, и на базе Атласа мы сейчас создаем сервис Еду Навигатор КИЗ, это уже полноценная платформа для профориентации, где ваш ребенок, вы сами можете пройти полный цикл диагностики, психометрических тестов, там, да, сопоставить его с профессиями, там, Атласа, и получить персонализированные рекомендации, то есть помимо того, что на портале Едмик КИЗ будет полное описание, там, всех, там, профессий новых, ну, представьте, там, порядка 900, может быть, около 1000 профессий, Вы как-то тестировали в КТЛ-ах, да, эту систему? К КТЛ-ах не тестировали, недавно проводили тест, у меня ребенок тоже тестировал. Мы сейчас проводим, да, мы сейчас проводим разное такое тестирование, но сама по себе платформа будет доступна тоже всем, то есть каждый там ребенок, и мы хотим ее дальше, пойти дальше с Министерством образования, чтобы всей системе среднего образования была такая единая платформа. И две профессиональные задачи у Атласа, это стать источником разработки новых профстандартов и стать источником для разработки новых прикладных учебных программ. Вот, 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 пока вот такие задачи ставятся перед проектом. Отлично. Теперь давайте к технологиям, да, какие тренды сейчас в нефтегазе уже вы видите, о чем говорят профессионалы и какие компетенции будут нужны для этого. Вот смотрите, сейчас я должен оговориться, что исследование по нефтегазу в отрасли еще не завершено, мы завершили только там другие пока отрасли, горно-металлургическую, мы находимся где-то на середине пути, но уже сейчас, очевидно, я проявляю несколько таких ключевых трендов, значит, как мы их называем мегатренды. Первое – это автоматизация, то есть все неизбежно, все больше и больше компаний начинают очень сильно автоматизировать как процессы, как технологические узлы, как сам процесс работает, так и определенные процедуры, которых раньше там было большое участие, человеческое участие. Сейчас вот вот неизбежный такой жесткий тренд идет на автоматизацию, а также на роботизацию. Есть очень большой внешний тренд, он в мире во всем наблюдается, снижение запасов сырья, то есть вот разведанные запасы сырья, они неизбежно начинают сокращаться, также это связано с тем, что нефтеотдача сейчас очень сильно снижается, ну и фактически вышли сейчас на третье, так называемое, поколение разведки, добычи, то есть когда легкая нефть, которая лежала на поверхности, фонтанировала, фактически вот таких месторождений все меньше и меньше и меньше становится, да, и там второе, когда надо было там бурить, и там обратная закачка, там пласт, да, воду заливали, там газы заливали, чтобы повышать давление, нефть вытаскивать, то сейчас уже идет на третье поколение в очень большом количестве месторождений, это специальное использование химических реагентов, то есть как будто специализированные технологии, методологии для повышения нефтеотдачи. Это очень большой тренд, и в Казахстане он тоже есть, новое поколение рабочих, то есть так его назвали, мегатренд, действительно, ценности меняются, новое поколение приходит на рынок труда, здесь вот как бы это где-то на стыке теории поколений с одной стороны, с другой стороны все больше и больше начинают меняться как бы алгоритмы и корпоративная культура, да, то есть все больше индивидуализация, персонализация, очень большая удельная стоимость обучения, очень большая удельная стоимость мотивации, вовлечения там рабочих в эту, в операционные циклы, в производственные циклы, и фактически мы, наверное, придем к тому, что большинство нефтяных компаний будут вынуждены, да, не то чтобы, ну, уже сейчас это происходит, даже такой не новый, так тренд, вот колледжи, вузы будут делать только базовую подготовку специалиста, все специализированные навыки, специализированное обучение будет проходить уже непосредственно производство, изменение структуры потребления, очень большой внешний мегатренд, там я могу прям 10-15 сказать, но я вот ключевые скажу, вот 6, да, сейчас мы видим, что достаточно сильную акселерацию, сильное ускорение начинает набирать рынок электромобилей, Tesla смогли переломить ситуацию, в первую очередь в сознании сделать электромобили модными, идет сильное снижение потребительских привычек, идет, значит, больший перекос в сторону потребления газа, вот даже в Казахстане, если вот возьмете сейчас, вот после карантина, вы увидите очень большие планы новые появились, это оснащение общественного транспорта, перевод львиной его доли в Астане, в Алма-Ате, в больших городах на ГБО, это газификация тотальная, да, и здесь мы начнем видеть немножко изменение большой структуры потребления вообще энергоносителей, нефти, углеводородов, это не только в Казахстане, это в целом по миру происходит и неизбежно начнет потихоньку сюда приходить. Ну и экологизация, я бы еще назвал, последний тренд, такой ключевой, все больше и больше требований и жестче, жестче уже становятся требования по рекультивации, по соблюдению более жестких геологических стандартов на нефтепромыслах, все больше требований стоят как к изменению стандартов работы, к самим процедурам, к ужесточению этих процедур, ну то есть вот этот, так называемый, environmental impact, да, то есть оказание влияния на внешнюю среду, на окружающую среду, вот оно становится, эти требования все жестче и жестче, и это тоже очень сильно давит на компании. И потом я вот очень, сейчас, если коротко дальше пойдем, я покажу вам, какие новые профессии неизбежно будут появляться, там, экоаналитики, например, да, то есть те люди, компании нефтеприт будут вынуждены держать теперь людей, которые прям выделенно специально будут оценивать, там, импакт на окружающую среду, будут анализировать взаимодействие, там, процессов между собой для того, чтобы снизить этот импакт и так далее, и так далее. То есть такие, как вы знаете, энергоэффективность, аудит было, да, а теперь экоэффективность, аудиторы, да, даже такие будут появляться. Это вот те шесть таких базовых мегатрендов, которых я хотел бы сказать, есть много технологических трендов, потому что все-таки наукоемкость, нефтегазовая сфера, она очень большая, да, и вот мы даже не специалисты, мы привлекали большое количество специалистов, там очень много-много сейчас методологий, очень удельные, потому что все-таки инвестиции большие в эту отрасль, и много-много технических новинок сейчас как бы выходит. Вот, резюмирую, автоматизация, роботизация, снижение запасов сырья, экологизация, новые поколения рабочих, то есть изменение курт-культуры, запрос еще большой на индивидуализацию, персонализацию, изменение структуры ценностей, изменение структуры потребления углеводорода. Вот шесть таких мегатрендов, вокруг которых мы начинаем вот как бы расширять структуру занятости, и как меняются запросы, и как меняются компетенции, потому что вот эти тренды начинают давить на весь, на всю отрасль. Хорошо. Вот у меня важный такой вопрос, я заметила, именно в нефтегазовой отрасли очень сильно, очень популярным становится вот ставинг, когда вы не берете на работу не в себе человека, а принимаете, то есть берете компанию, которая тебе по необходимости, необходимая компетенция поставляет в нужный момент, конкретно под проект. Вот что с этим, думаете, как оно будет дальше развиваться и вообще изменится ли вообще нефтегазовая отрасль, то есть подбор персонала нефтегазовой отрасли в эту сторону? Это вот, вот это направление вытекает из этого большого мегатренда, так как у нас рабочее название, новое поколение рабочих. Первое. Структура ценностей и индивидуальных запросов начинает очень серьезно меняться. Нам пришлось провести отдельное небольшое исследование, потому что вот все говорят теория поколения, Рошан, теория поколения, столько презентаций, столько семинаров, столько там выступлений. Но если по-хорошему разобраться, то вот базовая теория Гроува, ну вот двухамериканская, подход к теории поколения, XYZ, миллениалы, миллениумы, поколение героев и прочее, применимо к Казахстану, мало адаптированно. То есть мы не смогли найти конкретных прикладных вещей. Есть очень много вещей по России, там вот целая есть Рудженерейшн, российская школа теории поколения, они вот пытаются прям брать методологию теории поколения и ложить конкретно на Россию. А вот по Казахстану как бы вот таких не было. Поэтому нам пришлось такой мини-спин-офф делать презентацию, тоже готов поделиться, кому интересно, чтобы взять базовые подходы теории поколения и наложить конкретно Казахстан. Да, тренды как бы вроде общие, они в мире там происходят, клиповое мышление, ну все про это говорят, но вот если конкретно взять, там вот отчет конкретно меняется, там в структуре запросов, в структуре индивидуальных каких-то подходов, то по Казахстану исследований критически мало на самом деле, да, и вообще HR-ы должны в один голос лопить, сказать, ребят, кто-нибудь возьмите, займитесь этой проблемой, потому что эти X и Y сейчас попрут, Z попрут на рынок труда через ближайшие 5-10 лет или уже сейчас поперли на рынок труда. Что нам с ними делать, да, конкретно? Мы такое небольшое погружение в эту тему сделали, что мы сразу же как бы видим, да, что очень сильно повышается мобильность кадров. То есть если раньше человека удерживать было достаточно легко на одном месте рабочем, то сейчас вы увидите там очень сильную мобильность, межрегиональную мобильность. Человек вот не держится за место, да, вот что-то не понравилось, только, знаете, вот мне вообще компания не нравится, все побежало. Вот если раньше люди старались работать там на резюме, попрыгунчик, зайчик, там, да ты испортишь резюме, там, то что за год две работы сменил, там, за три года пять работ. Сейчас вообще-то это никакой не аргумент. Вот я буду работать там, где мне нравится, где мне клево, где есть драйв, где, где там, и зарплата, монетарная мотивация не самый ключевой момент, к сожалению. И в некоторых отраслях, как в IT, например, да, где достаточно хорошие заработки, вот эта мобильность, она просто там зашкаливает. Я сам сейчас в IT-компании работаю, вот сейчас ребята вот приходят, уходят, приходят, уходят, и ты же, дружище, дорогой, уже унижаешься там, ну, хотя годик поработай, ну, что ты там, срисаться с вами неинтересно, да, развернулся, ушел. Да ничего, ничего, ты его не остановишь, ничего не скажешь. Повышение требований комфортности условий труда. Очень сейчас, ну, боже ты мой, как нам приходится ущеряться, покупать столы с регулируемой высотой, да, вот эти кнопочки, и это становится серьезнейшим предметом для обсуждения, Роша, вот знаете, вот, мне неудобно сидеть, я хочу стоять и работать, я хочу, пришлось раскошелиться, покупать, чертовы, находить вот эти столы с регулируемой высотой, потому что вот неудобно людям. И это прям вот серьезный аргумент, и ты ходишь, тратишь свое управленческое время на это и решаешь. Повышение значимости самореализации. Один из способов такой индивидуализации как раз таки в том, что человек берется за один проект, то есть вот это новое поколение, о котором все говорят, они очень интерпренерируемые манипу, они берут один проект и могут из него сделать полноценный, успешный от начала до конца. Согласен, согласен, согласен. Есть огромные плюсы, это вот инициативность, это вот эта креативность, это очень такой индивидуализированный индивидуализированный подход, это желание при правильной подобранной мотивации дойти до конца, сделать продукт. Все-таки наше поколение было более процессно ориентировано. Я свою работу сделал, сижу, жду, что дальше скажут. А тут как бы прибегают, а может вот это сделаем, а может вот это сделаем. Ну как бы сейчас далеко, если уйдем в дебри, мы можем все оставшееся время только про это проговорить. Вот повышение значимости самореализации, вот это очень важный тоже такой микротренд там идет внутри. И все это приводит к тому, что в программы обучения приходится очень сильно индивидуализировать, то есть прямо на производстве вот массовое там обучение, оно как бы просто уже перестает работать. Приходится, скорее всего, очень большое внимание придется уделять технологиям генификации, да, то есть прямо вовлечение, и не только в обучении, прям в производственном процессе, кстати, даже в производственном процессе, чтобы вовлить, удерживать внимание, мотивацию в производственном процессе. А аутстаффинг поэтому как бы естественное решение, что очень много сейчас людей в принципе не готовы там с одной стороны куда-то переезжать, они готовы оказывать какие-то услуги точечные, конкретные, это если им интересно, они не готовы браться за всю работу, да, потому что это требует большого коммитмента внутреннего какого-то там, да, вот на это все тратить там три года своей жизни не готов, а вот на вот эту конкретную вещь, вот мне классно было, мне интересно, давайте я с вами поработаю, да. Поэтому аутстаффинг, в принципе, в нефтегазовоторстве всегда есть, был вахтовый метод, там, поселки вахтовые, там, да, это уже есть и было, сейчас это просто начнет ускоряться и персонализироваться, и усиляться, поэтому уже сейчас даже там небольшие нефтяные компании, надо будет очень серьезно задумываться о каких-то созданиях своих учебных центров, либо поиска там на аутсорс каких-то учебных центров, потому что фактически придется львиную долю обучения производить на производстве, это вот мы прям четко очень видим, соответственно, там вылазит целый букет как бы новых таких профессий, там специалисты по VR, созданию контента, VR и AR, вот мы сейчас с вами сидим, вроде бы видео там, да, но такую сложную учебную ситуацию здесь не создашь, я вам словами говорю, говорю, слишком много времени трачу, да, там условно, сейчас вот VR-технология или какое-то там с погружением начинает очень много времени, в смысле на него начинают очень большую ставку делать, да, но нужны специалисты, которые контент специализированно создают, то есть методики, методологии нового какого-то там поколения, да, но очень много сейчас запросов идет на быстрое обучение, так называемые методологии quick learning, когда нужно за, без всякой теории, без всяких там каких-то вводных, за очень короткий период времени, очень конкретному навыку обучить конкретное количество людей, да, и убедиться, что они точно то не делают. К примеру, перейдем, у нас позавчера буквально стало известно, что Казминогаз сокращает почти 250 человек, из них 22 руководителей, управляющих директорами. Куда, какие навыки нужны этим людям и куда им идти? Которые умеют управлять? Ну, смотрите, сейчас, ну, давайте я вот коротко по каждому там тренду быстренько пройдусь и отсюда покажу там два-три примера. Вот автоматизация, роботизация очень сильно убирает человека из уравнения. Мы уже видим там умные скважины, мы уже видим там умные месторождения, там, да, совершенно новые появляются уникальные там методы разведки, гео, там, да, геологоразведки, там, да, вот Badger Explorer, такая суперинтересная наработка. Это в Ставангеле, в Норвегии есть институт исследовательский. Это вот в «Матрице», если вы смотрели, фильм «Матрица», помните, там такой вот буровой робот, который сам по себе бурит, сам по себе человек, ничего нет, он просто сам падает, поворил, пошел дальше, тун, тун, тун. Это такие вот остановные роботы, прям сильно рекомендуют посмотреть, ну, прям влюбились в эту вот технологию, Badger Explorer, Badger – это барсук, да, вот барсук, который роет, 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 это автономное, без создания большой какой-то там нефтяной, без буровой вышки, ничего, просто вот роботы запускает, и он пошел, 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 сам там бурит, сам ищет, он напичкает там датчиками и так далее. В снижении запасов здесь, соответственно, начинает вылазить куча профессий на стыке цифровых технологий, во-первых, вот все эти данные, которые собираются, нужно обрабатывать, то есть. Большой блок идет в специалистов Data Science, проектирование там баз данных серверов, которые обрабатывают эту информацию, ее бизнес-аналитики, и так называемые специалисты в машинном обучении, искусственный интеллект, который все эти данные обрабатывает, и также инженера-технологи, цифровые технологи, то есть надо планировать теперь, в смысле, вот эти технологии надо очень хорошо планировать, нужно уметь пользоваться их результатами, поэтому вот, скажем, вот диджитал-технологи сейчас целые, вот инженера с большой добавленной стоимостью цифровых как бы вещей, да. Сейчас появляются технологии цифровых двойников, например, когда любой процесс, свое какое-то сложное производство нужно, можно прогнать быстро вначале в цифровом формате, посмотреть все плюсы, минусы, риски, и так далее, и так далее. И вот специалисты по цифровым двойникам сейчас вот как бы просто там, их очень такая редкая специализация. Если пойти по снижению запасов сырья, здесь такая большая развилка начинается, и в Казахстане спорят, либо мы идем на повышение нефтеотдачи, то технологии до извлечения третьего поколения, то есть вот там и химические методы повышения нефтеотдачи, там механические методы, там огромный запрос начинает сформироваться, либо идти на разведку новых месторождений, это долго, это дорого, это огромная капиталоемкая вещь, сейчас идет большой спор в Казахстане тоже в том числе, да, вот все-таки мы пойдем на повышение нефтеотдачи, либо начнем новую по статистике геологическую там разведку, этап новой геологической разведки, потому что не секрет никому, что и в горно-рудной, и в нефтегазовой у нас отрасли все наработки в основном это то, что еще 60-е, 50-е годы в Советском Союзе там наделали, консатпайфтор, вот это вот, на этой геологии много чего держится, очень много, конечно, георазведочных вещей, таких детализированных, были сделаны там иностранными компаниями последние 20 лет, вот так после начала там шли, да, но это была детализация уже разведанных, как бы, больших месторождений, да, а вот что вообще новое, новое, принципиально новое, вот тут вот большой разговор, и вот министерство экологии, вот был вице-министр, я не знаю, почему он ушел, такой умничка очень большой, Санджар, да, Жаркишов, вот он такой весь Привожий там работал, вот, и он начинал это как бы обоснование, создание вообще национальной георазведочной службы, когда вот начинал, как вот по принципу там Британии, чтобы вообще заново начинать новый цикл, но это очень дорогое удовольствие, и вот куда сейчас вот развилка пойдет, пока мы как бы не знаем, да, там гигиечистые... Прикладные вещи, там вот все, что связано с... Куда бы не пошла наша отрасль, да, что нужно... Опять же, в георазведке, в ДОБ, да, идет огромная сейчас цифровизация, сбор данных, вот гигиечистые моделирования пластов, все сейчас оцифровывается, опять же, сложные программные такие продукты, и огромный спрос на специалистов по обработке данных, и вот экономисты, эконометрики, статисты, у кого есть базовое хорошее статистическое или экономическое, эконометрическое образование, это готовые дата-сайентисты, это готовые дата-аналитики, просто чуть-чуть дообучиться надо, и легко перейти в эту сферу. Все, кто там компьютерное моделирование, математическое базовое образование, кибернетика базовое, хорошее образование, там при несложно, не такая высокая цена вопросы, чтобы перейти в дата-аналитику, в дата-сайенс, в обработку данных, в машинное обучение, в искусственный интеллект, потому что базовые принципы, они, в принципе, базируются на математике, на статистике, экономически, экономически. Но при этом в дата-аналитике можно обучиться буквально сидя в интернете, потом получить сертификат от Microsoft, от CSKA. Просто огромное количество курсов. Нет необходимости учиться в колледже, нет необходимости учиться в университете. Если тот человек хочет очень сильно пойти, мы уже видим несколько примеров, когда можно получить годичную магистратуру в специализированную съездить, чтобы уже, во-первых, был диплом, погрузиться в эту тему, и у кого есть сильное инженерное, математическое, экономическое, статистическое образование, очень не так сложно этот переход сделать. Все, что связано с технологией извлечение, ну, это вот химики-технологи, инженера-технологи, сейчас начнется бум и нефтехимии. Вот все, что связано с нефтехимией, сейчас начнется бум. Почему? Потому что это снижение запасов сырья. Фактически мы сейчас вступаем в эпоху дешевой нефти. Сейчас вот мы видим страшную экономическую ситуацию, нефть дешевеет. Сырую нефть продавать сейчас, ну, в принципе, невыгодно становится. Особенно странам, как мы, у которых достаточно высокая себестоимость. А вот нефтехимия, она вот сейчас начнется такое второе дыхание нефтехимии. Все те страны, которые сделали ставку на нефтехимию, на нефтепереработку, серьезно, вот они сейчас будут получать наконец. То есть, вот добыча сырой нефти, само по себе становится сейчас, вот честно, неприбыльным бизнесом. Этим могут заниматься только те страны, у которых себестоимость очень низкая, да, либо там на объемах. И то на объемах все уже, перерезбыток идет. Вот сейчас все танкеры заполнены, в мире идут пробки на основных морских путях из-за того, что все танкеры залиты нефтью и не могут ее продать. И вся нефть до конца года, и, возможно, уже до конца 2021 года вся выкуплена фьючерсами. Смысл новую, там, свою нефть производить, уже вот мы вступаем в такую удивительную экоху дешевой там нефти, да, грубо говоря. А вот все, что с переработкой связано, и все, кто смог загрузить, дозагрузить переработку, вот они начинают двигаться. Поэтому вот нефтехимия, да, там, газохимия, я думаю, сейчас вот, не думаю, мы тоже четко это видим, становится таким жестким трендом. Поэтому все, что связано с нефтехимией, с нефтепереработкой, с дальнейшим сбытом, там, нефти, вот, продуктов уже более высокого передела, вот-вот туда прям надо смотреть, там прям очень большая. По экологизации, смотрите, все, ну вот это вот жесткое столкновение между более повышающимися запросами к экологизации и желанием, не нефтяных компаний сократить, оптимизировать свои расходы, вот оно все начинает с каждого года все жестче и жестче. Поэтому мы прям сейчас уже прогнозируем, ну, будут появляться целый блок специальностей, связанных с экоаналитикой, с аудитом, там, экологичности, аудитом импакта на окружающую среду, да, то есть влияние на окружающую среду. И вот все, кто хорошо, там, в смысле, кто хорошо разбирается, там, в шансовых процессах, кто имеет представление в нефтедобывающих процессах, процессах, там, организации нефтяного производства, а при этом готов или иметь какой-то бэкграунд, связанный, там, с экологией, с химией, с какими-то, там, сельскохозяйственными вещами, почвой, там, там, так, 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 так далее, он очень четко может быстро перестроиться на вот эту смежную специальность, именно такой целый блок появляется, и все больше и больше нефтяные компании будут обязаны иметь в штате человека, типа, эконалитика, да, или, там, технолог, который оценивает импакт производство на окружающую среду, потому что вот эти будут расти и расти, и запросы, а то, что мы говорим по поколению, там, рабочих новых, да, опять же, специалисты, которые имеются, умеют создавать контент персонализированный, а не юморизированный контент обучения, которые умеют создавать контент под новые модели обучения, быстрое обучение, VR, AR обучение, обучение в виртуальной среде, интервальное обучение, обучение на производстве, то есть вот сейчас, наверное, начнутся очень большие запросы на них, почему? Потому что все больше и больше информации производственных вещей на производстве нужно индивидуализировать под вот это новое поколение рабочих, которые будут сейчас приходить на рынок труда. HR будут очень серьезно вынуждены перестраивать свою работу, опять же, не стандартизация, не регламентация, максимальная индивидуализация, максимальная персонализация, максимально такой персональный онбординг, вот это все туда уходит. И по структуре потребления, соответственно, если нефть будет снижаться как энергоноситель, то возможно, невозможно, мы прям видим такой интересный такой микротранс, который уходит, тот опыт, который наработали нефтяные компании, например, в бурении, да, вот что делать, все, бурение уже, в принципе, не нужно, сейчас там вот эти Badger Explorer, новые технологии начнут заменять, твои разведочные скважины, робот забурился и пошел, и твои вот эти разведочные буровые бригады, которые бурят там, допады там по сотням, вот эти все, ну, как бы все, что делать? Посмотрите, сейчас начинается интересный такой запрос на альтернативную энергетику, геотермальные установки. По сути, вам надо пробурить кучу скважин, чтобы сделать вот этот тепловой насос, как это называется, да, и сейчас это достаточно серьезный, на самом деле, запрос, он начнет там формироваться, вот сюда можно переключиться, то есть использовать наработанный опыт, методология, оборудование обученных людей на запросы другие, на деблоны, на газобаллоны, вот эти вещи, да, на там запорные арматуры немножко там, да, на геотермальные установки. Это сейчас очень такая популярная тема, она начинает потихоньку просто... Ну, давайте сразу вспомним про вот практичную, более такую, ну, приземленную вещь, как профсоюз. Они, как правило, противятся более того, мало того, что они, вот эта вот идея по тому, что есть умирающие профессии, кто-то будет терять работу, это, естественно, не приветствуется, во-вторых, они, я просто часто слышу, часто противятся там в время новых каких-то вещей. У нас САЙСАД, вы нас слышите? САЙСАД? Я просто позвонили, и прерывается связь с Блутусом, и я сейчас все, Блутус, чтобы время терять, и вот так будут слушать. Так, вы говорили про союзы. Про союзы и как работать с ними, потому что изменение компетенции, они будут напрямую работать с HR-ами, и, ну, то есть где-то можно даже противиться. Как они встречаются от основных профессий? Да, нами была проведена, мы профсоюзы никогда не исключали из этой уравнения, нами была проведена отдельная большая презентация для профсоюзов, мы встречались там с федеральной ассоциацией, с федерацией, извиняюсь, профсоюзов, все им полностью презентовали, но, к сожалению, вот я никого не хочу там критиковать, я в целом говорю просто как проблема, профсоюзы сейчас, ну, может быть, в нефтяной, там, в каких-то таких больших отраслях, они еще более-менее сильные, они еще более-менее организованы, но во многих отраслях они вот былую, скажем, свое какое-то влияние, там, самоорганизация элементов, там, какого-то более жесткого представления участников труда, рынка труда теряют, честно сказать, и здесь обязательно нужно профсоюзы держать в этой формуле, мы то анкетирование, которое проводим, те глубинные исследования, которые проводим, мы обязательно в порядке направляем. Федерации профсоюзов, хотелось бы по вашей отрасли более активно их увидеть роль, вовлечение, мы готовы отдельно еще повстречаться с профсоюзами вот нефтегаза в отрасли, чтобы как-то еще глубже понять. Вот сейчас начинается у нас такой хороший этап из нашей исследования по нефтегазу, вот мы там сделали первый этап анкетирования, уже какие-то там микро-тренды, мега-тренды собрали, обработали, финализируем. Сейчас мы готовим так называемую форсайт-сессию, когда мы будем отбирать. Я вот хотел бы, воспользовавшись площадкой, обратиться ко всем нашим слушателям. Пожалуйста, примите активное участие в наших анкетированиях и в наших форсайт-сессиях, то есть нам нужны очень сильные эксперты, самые ключевые эксперты, мнения которых обязательно надо учесть. Если у вас какие-то есть предложения, дайте нам, чтобы мы с ними встретились, проговорили, и мы уже вот в мае, в июне будем проводить первые форсайт-сессии. То есть это уже в закрытом формате, мы отбираем там 40-50 человек, и все наработанные нами аналитические выкладки прогоняем через этот узкий круг экспертов. И они вместе сидят и формируют некий образ будущего нефтяной отрасли. Если у нас время еще осталось, я бы чуть-чуть рассказал, там КЕР первый образ будущего, который начинает появляться у нас. Я предлагаю, так как очень интересные и полезные беседы, я предлагаю даже сейчас мы отключимся, еще раз подключиться и продолжить, потому что я вижу очень много вопросов, хороших таких полезных вопросов. А, чтобы мы успели ответить на вопросы. Да, смогли еще ответить. Я их не все вижу, но вы там сформулируете. Поэтому с профсоюзами мы работаем. А что касается, к примеру, нефтегазовая отрасль, она включает в себя и нефтегаз, и нефтесервис. Нефтегаз из-за там 80 тысяч человек, то нефтесервис – это около 200 тысяч человек. И нефтесервис – это у него нет отдельного окна. Это может быть и кейтеринговая компания, и строительная компания, и разные отрасли. Вы, когда делаете АПОС, вы готовите по пути 80 тысяч человек, которые именно нефтегазов, именно добычей занимаются, да? Или нефтесервис тоже не добыча? Не-не-не. На самом деле мы вот каждую отрасль это берем. В каждой отрасли есть подотрасли. Если взять вот горно-металлургическую, она содержится на трех китах. Это горно-добывающая, а металлургическая – это энергетика. Вот то же самое нефтегазоутрасли у нас разбиты на подотрасли. Там разведка отдельно, переработка отдельно. Мы прям отдельно встречались со всеми руководителями нефтегроватывающих заводов. Транспортировка отдельно. Там сейчас, ввиду того, что нефтехимия становится очень таким суперважным направлением и будет ее важность только увеличиваться, мы, наверное, сейчас очень отдельно будем рассматривать еще нефтехимию. И, соответственно, сопутствующие все, так называемые, поддерживающие подотрасли, это там и сервис, там строительство, энергетика, потому что энергетика сама по себе тоже для, ну, тот кит, на котором держится там. То есть, как бы, с одной стороны, нефтегазовая отрасль, она и часть энергетического комплекса, с другой стороны, без энергетических мощностей тоже, как бы, сложно вот все это производство там поддерживать, развивать и так далее, и так далее. Это как вот с горной металлургией тоже самое. С одной стороны, горная металлургия сама генерирует большое количество электроэнергии, с другой стороны, без вот этой электроэнергии, там, выплавка металлов и сам пробку ГМК поддерживать там тоже невозможно. Это такие очень взаимосвязанные вещи. Поэтому, так как мы делаем 9 базовых отраслей строительства, мы сейчас делаем строительство отдельной отрасли, поэтому если какие-то эксперты не увидят, а где же строительство там, смотрите, всегда смежно, потому что очень многие профессии смежные. Да, но Сайсад сейчас вернется. Дорогие друзья, если сейчас у нас связь обрывается, мы сразу же подключимся заново, чтобы мы смогли, то есть переподключим эфир, чтобы вы могли задать все вопросы. Сайсад успеет. Кто-то позвонил, да? Чуть прервалась. Хорошо. Сейчас уже вы вернулись. Мы уже вас видим. В какой-то момент связь у вас зависла. Отвечая даже на один вопрос здесь, вот я на ваш сайт зашел, там только горно-металлургическое. Почему там только и есть горно-металлургическое? Там будут добавляться другие отрасли, там нефтегаз, строительство, машиностроение. Машиностроение очень сильно завязано тоже на нефтегазе, например. У нас целое отдельное направление машиностроения в нефтегазовой отрасли. Поэтому смотрите всегда чуть шире. Атлас будет сквозной. Там будет очень много смежных, сквозных профессий и специальностей, потому что рассматривать отрасли в отрыве от других отраслей на самом деле неправильно. Потому что машиностроение, энергетика, строительство. Есть много отраслей других, которые смежно с нефтегазом работают. И вот эти настыки профессии, они могут там не только в отраслевом атласе быть, но и в других отраслях, атласах быть. И на сайте вот EMBKZ, который я вам скидывал, Рушан, там как раз будет показано вот все в этом смежном формате. То есть сейчас почему он не показывает это, потому что там только одна отрасль фактически загружена, это горно-металлургическая отрасль. По мере наработки контента все будет загружаться. И в финальном формате, это где-то, ну, мы для себя такой уже внутренний срок поставили, к первому сентября полноценно вся эта картина выстроится. Хорошо. Здесь вопрос сразу несколько человек поддержали. Это зеленые энергетики, нефтегаза отрасли. Ну вот, как я и сказал, экологизация, это такой мегатренд, он давит очень сильно на отрасли. Но здесь, в Казахстане, он не так ярко выражен, несмотря на то, что вот сейчас энергетика, всегда вот когда будете в Атлас будущем смотреть, смотрите его на стыке с энергетикой отрасли. Там мы работаем отдельно с Казахстанской электроэнергетической ассоциацией. Ну и в сфере альтернативной энергетики у нас три отраслевых ассоциаций. А вот АВЭК, Казахстанская ассоциация, это вот отдельно ветер, ветер, солнце, АВЭК. Есть отдельно по био, то есть все, что там связано с биодизелями, биоэтанолами, с мусоропереработкой. И отдельно у нас еще есть старая, одна из таких первых ассоциаций, старая. То есть только в альтернативной энергетике у нас три отраслевые ассоциации. Мы вот со всеми ними сейчас прорабатываем. И все, что связано с альтернативной энергетикой, с зеленой энергетикой, ветряной, солнечной, это тоже будет покрыто. Там тоже появляются какие-то... Но, скажем так, это не прямо такой сильный тренд, базовый. Он не так быстро будет влиять в целом на нефтегазовую отрасль Казахстана. Почему? Потому что, как, скажем так, заменить полноценно уголь как источник энергии у нас, до сих пор, к сожалению, он находит такой большой составляет сегмент топлива, из которого производится энергия, в основном в Казахстане генерируется энергия. И заменить полноценно бензиновые, углеводородные топлива пока не представляет возможность, в основном из-за экономических причин. То есть пока есть в достаточном количестве угля, и оно дешевое, и себестоимость производства из электроэнергии очень дешевая, вот, скажем так, экономически вкладывать огромные субсидии, субсидировать, создавать вот, скажем так, не так быстро эта инерция будет развиваться, как, например, в других странах. Мы сейчас слышим такие удивительные факты, в Шотландии 100% уже из ветряков получают внутреннее производство, очень серьезные подвижки в Дании, даже в Германии, очень многоемкой экономики. Но пока в основном экономическая такая логика, она давлеет над, можно сказать, приоритетами в энергетической отрасли. Она как бы такая доминирующая логика, экономическая логика пока. Но, скажем, нефтегаз мы сильно не погружались. Если кому-то это совсем сильно интересно, берете атлас энергетики, как отрасли, и там прям будет целый блок по альтернативной, по зеленой, потому что мы со всеми вот этими ассоциациями сейчас работаем активно. Оказалось, что их много, мы даже думали, что одна, там, три целых оказалось. Вот, отдельно Казахстанская электронетическая ассоциация, с ними работаем. Это уже по генерации электричества, там, это традиционно угольное, там, атомное, там, там огромное тоже, там, идет сейчас, как бы, интересная история. Исходя из тех трендов, которые вы уже отмечаете, да, сейчас, насколько уменьшится количество работников нефтегаза отрасли? Это один из вопросов в комментариях. Благодаря тому, что будет атоматизация. Да, сокращения не будет, там, сразу же, там, да, почему? Тут надо учитывать, что у нас регулируется достаточно жестко, вот, там, трудовые отношения, и, как и, там, в России, там, в многих других странах, просто так даже большая компания, там, уволить людей не может, да, потому что, там, это все очень состыковано на социальной политике. И даже у нас сейчас такой, там, удивительный феномен появляется, как социальная безработица. То есть, люди вроде заняты, вроде у них работают, контракты есть, но получают так мало, там, да, мизерно мало, что, ну, в принципе, как бы, там, накапливать деньги или, там, сильно не могут. Они как безработные, но только, там, социально трудоустроенные. У нас, на самом деле, вот, доля таких работников растет, потому что, там, в больших отраслях, висегазовые, горнометологические, в больших отраслях, ну, просто запрещают большим компаниям увольнять людей. Они говорят, что платите им хотя бы мизер, ну, не увольняйте там. Или увольняйте, ну, очень так, аккуратно, безболезненно, там, переквалифицируйте их и так далее, и так далее. Поэтому резкого сокращения, даже несмотря на то, что усиливается тренд автоматизации, роботизации, прямо в ближайшие, там, пять лет не будет. Но неизбежно начнется, вот, как бы, все меньше, скажем так, участие человека будет сокращаться. Это прям жесткий тренд, его прям видно. Возможно, появится очень много альтернативных, так называемое, гибкое трудоустройство. Вот то, что мы говорили, аутстаффинг, там, аутсорсинг, работа на дому, сокращение рабочего времени. То есть, там, рабочая неделя из трех-четырех дней – это абсолютно нормальная альтернатива, там, в ближайшие пять-десять лет, да? Когда люди начнут работать меньше просто. Ну, конечно.